С началом кампании на Забайкальской железной дороге отремонтировали порядка 223 километров путей. Это больше половины от запланированных на этот год работ. А цель одна – обновить и улучшить стальную магистраль. В числе передовиков – сотрудники путевой машинной станции номер 184. Они идут с опережением графика и уже уложили 29 километров из запланированных 50 на перегоне станции Карымская. Мы проводим ремонт перед узловой станцией Карымская, где идут грузы на Дальний Восток и на Китай. Стратегически важная часть. Монтеры обновляют железнодорожные пути. В помощь современная техника. Новшество этого года – рихтовочная машина, которая поступила в рамках сотрудничества с китайскими железными дорогами. На участке трудятся 54 человека. И пока они занимаются ремонтом перегона, на самой станции работают 19 студентов железнодорожных вузов и СУЗов Читы из студотряда Перун. Меняют устаревшие шпалы. Задача не особо сложная. Да, есть свои трудности за счет того, что мы работаем, устаем, на работе приходим. Нужно где-то отдохнуть, покушать и так далее. Плюс нужно распорядить время так, чтобы все успеть. Но ребята стараются. Я думаю, мы со всем справимся и покажем хороший результат. Третий курсник Руслан Рюмкин уже знаком с производственными практиками. Сам не единожды выезжал в районы, чтобы прочувствовать все тонкости будущей профессии. Однако впервые работает в формате студенческого отряда. А чтобы работа спорилась, для ребят созданы все условия. Жилье, трехразовое питание и заслуженная зарплата. Есть ребята, которые по целевому направлению от нас обучаются. Мы их будем ждать, что они к нам вернутся в обязательном порядке. Мы их обеспечим рабочими местами. В этом году к нам тоже трое ребят придут по целевому назначению. Две девочки, один мальчик. Одна девочка уже устроилась на работу. Вторая девочка с института. Даже готова ей предоставить инженерную должность сразу. Ребята планируют сдать объект уже 31 августа. В этом году более тысячи студентов из Забайкальского и Амурского институтов железнодорожного транспорта проходят практику на участках ЗАБЖД. В условиях кадрового дефицита, объясняют сотрудники, это большое подспорье и хорошая возможность подготовить новое поколение железнодорожников. Эль Шат Сафаров, Владимир Николаев, РТК Забайкалье.